Случайный отдыхающий снял это. Свет вспыхивает и тут же гаснет. Еще вспышка и снова гаснет. Отдыхающий в испуге литировался. Пульсирующий свет не похож на свечение подводного аппарата. Тот дает ровный электрический свет. Институт Южных Малей дал справку, что в Затоке, а именно там происходили съемки, никаких исследований в ближайшее время не происходило. Биолюмисцентный фитопланктон дает очень красивое освещение, но опять не точечное, не пульсирующее, как в этом случае. Буквально недавно словосочетание боевые подводные роботы относилось к разряду научной фантастики. Сегодня о них не грезят. Их создают, а боевые подводные аппараты и рыб роботов изготавливают как в США, так и пробуют в России. Так что будьте начеку. Смотрите в оба. Ведь лучше перебдеть, чем недобдеть. Такие здравствуйте! Что это такое? То тарелками пугают, дескать, бодрые летают, то у них собаки лают, то руины говорят. С вами программа «Земзорок». Экспресс новостей за прошедшую неделю прибывает к конечной станции. Конечно, новости не первой свежести, как в диалоге на привозе. Мужчина, берите свежую рыбу. Она действительно свежая. Что за вопрос? Только же из моря. Почему снула какая-то? Глаза закрыла? Спит? А почему она так воняет? Слушайте, мужчина, когда вы спите, вы за себя можете отвечать? Так и наши новости за себя не отвечают. Гроб прибыл в морг. Гроб, то есть Рада Громадской Беспеки. Мы уже рассказывали, как эти граждане прибывают по ночам в кафе и бары выбивать из предпринимателей деньги. Ой, то есть контролировать качество услуг, конечно. Еще контролируют качество телекомпании и качество блогера. В этот раз они контролировали похороны. Кто, кого и где хоронят. В общем, разносторонние граждане этот гроб. И зашли они в морг. И тут же обвинили работников морга в том, что они не хотят декоммунизироваться. И забрали стенд с передовиками производства и ветеранами войны и советской символикой и гордо ушли. Я хочу сказать Марику Гордиенко, как поется в одесской песне. И над столами у морги свет включили. Я к тому, что все там будем. И останешься один на один голый на столе, а над тобой парень в резиновом фартуке. А он скажет со значением. Ага. Вот тот, той, по-еврейски, той труп, который со стены снял портрет моего деда и утащил куда-то. А потом вы можете представить, что он вам засунет внутрь. И оно вам надо. Шот рад. Люди становятся больше, как это слово, консолидированы. Есть товарищеская взаимовыручка, чувство локтя. Преступников ловят на раз-два. Ну, на милицию, полицию. По милицию надежды-то нет. На паскоте поймали ашмеянца. Сорвал женщину чепочку и бросился бежать. Поймали. Хотели пару раз прищемить ему голову дверью парадного. Но потом плюнули. И только попросили везде его фейс показать, чтобы знали, на что этот малый способен. Мы им показываем. А тут поймали еще парочку, что за деньги обещало трудоустроить пенсионеров на престижную работу. Хочешь быть владычицей морской с окладом в 10 тысяч? Плати нам за трудоустройство 5 тысяч. Ну и все. После этого пенсионеры как-то старуха с корытом могли ждать, хоть до посинения. Парочку, правда, не били, потому что деньги они быстро отдали. У нас что не новость сегодня, так про морг или маньяков. Судите сами. Посудите сами. Эдик Панченко имел удостоверение журналиста, подписанное Григорием Кваснюком. Был замечен в рядах правого сектора. И одновременно он помощник депутата. По-моему, ОПУ-блока. Казалось бы, бог с ним, у нас полно депутатов. Ну, ну, что делать. Главное, чтобы жил и не обижал никого. Не тут-то было. Главная беда Эдика в том, что он крепко погрызся с соседями. Со всеми. Ладно, в дюбеля с утра забивал стенку, а то натурально стрелял. Автомат с глушителем, дробовик, разобранный пистолет, еще там что-то. Куча патронов, куча. Там, наверное, пол армии можно снабдить. Помимо этого, Эдик имел нехорошую привычку знакомиться с красивой дамой, везти ее домой, а потом несчастная выпрыгивала из окна. Шо он с бедными женщинами делал, неизвестно. Может, я даже не знаю, ботинки снимала там носки не стиром. Холостяк все-таки. И они, бедные, не знали, куда деваться, эти женщины. Но муссируется такая тема, что дамы-клафенинщицы были, разводили бедного Эдика, сыпали ему яд. Фужер. Пока он самозабвенно читал им стихи, нюхал розы, а потом дерзко прыгали в окно, чтобы умести следы. Но главное, чтобы в эту версию не поверил судья. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Будем посмотреть. Так я вам скажу, что он всем нам мужикам подкузмел. Теперь хрен кого пригласишь домой. Девушки посмотрят на тебя подозрительно и скажут, ты нормальный? И как этот? Едет-едет, что выкидывал всех из окна. Оно мне надо. Мужики, не будьте такими, как Эдик. О, уже подъезжаем. Выходите, не забудьте свои вещи, забирайте свой макинтош. А я пойду на Дилибасовскую. Там поет чудная группа Настя и Кот. Хоть на минуту себя можно почувствовать в культурной европейской стране. Встретимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok